Здравствуйте! Наше задание упростить следующее выражение. х умножить на у в минус второй степени умножить на 2х в квадрате, деленное на у в квадрате, и все это в четвертой степени. Посмотрим, что можно сделать. Сначала рассмотрим вот эту часть выражения. Мы знаем, что х, деленное на у в степени n, равно х в степени n, делить на у в степени n. А значит, 2х в квадрате, деленное на у в квадрате, и все это в четвертой степени мы можем записать как 2х2 и еще в четвертой степени делить на у2 и еще в четвертой степени. И, конечно, у нас еще вначале х, умноженное на у в степени минус 2. Давайте сразу упростим и эту часть. Мы знаем, что если х умножить на у возводится в степень n, то это будет то же самое, что и х умножить на у в степени n. Вы можете проверить, на самом деле ли это так. Вы можете умножить ху само на себя n раз, затем поменять множители местами. И в итоге вы получите х, умноженный сам на себя n раз, и у, умноженный сам на себя n раз. Теперь используем это свойство для ху в минус второй степени. Это будет то же самое, что и х в минус второй степени умножить на у в минус второй степени. Что можно еще сделать, чтобы упростить выражение? Мы можем воспользоваться этим же свойством и записать по-другому 2 умножить на х в квадрате и в четвертой степени. Итак, это то же самое, что и 2 в четвертой степени умножить на х в квадрате и в четвертой степени. Также мы можем немного упростить выражение в знаменателе, но это уже будет другое свойство. Мы знаем, что х в степени n и еще m – это то же самое, что х в степени n умножить на m. А значит, у в квадрате и еще в четвертой степени равно у в степени 2 умножить на 4, или у в восьмой степени. И еще у нас есть х в минус второй степени и у в минус второй степени. Давайте немного подумаем, что собой представляет х в минус второй степени. х в минус второй степени – это то же самое, что 1, деленная на х в квадрате. И, соответственно, у в минус второй степени – это 1, деленная на у в квадрате. Давайте так и перепишем вот эту часть выражения. Это будет то же самое, что 1, деленная на х в квадрате, умноженное на 1, деленная на у в квадрате. Или сразу можно это записать как 1, деленная на х² умножить на у². Оба эти выражения абсолютно равнозначны. Теперь посмотрим, что можно сделать. Итак, у нас х в квадрате возводится еще в четвертую степень. Мы опять можем воспользоваться свойством возведения степени в степень и немного упростить выражение. Это будет х в степени 2 умножить на 4, то есть вот эта часть равна х в восьмой степени, или в степени 2, умноженное на 4. Вычислим значение 2 в четвертой степени. 2 в третьей – это 8, и еще умножим на 2, получим 16. Значит, это у нас 16. Если мы перемножим эти две дроби, то в результате мы получим 16 умножить на х в восьмой степени, и все это мы делим на х в квадрате. И далее идет у в квадрате умножить на у в восьмой степени. А чему равно у в квадрате умножить на у в восьмой степени? у в квадрате умножить на у в восьмой степени – у обоих степеней одинаковое основание, следовательно, мы можем сложить показатели – равно у в степени 2 плюс 8, или у в десятой степени. Значит, у в квадрате умножить на у в восьмой степени равно у в десятой степени. И вот мы почти выполнили задание. Нам осталось всего-навсего разделить х в восьмой степени на х во второй. Мы знаем, что х в степени m разделить на х в степени n равно х в степени m минус n. А значит, х в восьмой степени делить на х во второй мы можем записать как х в степени 8 минус 2. А это х в шестой степени. Таким образом, мы упростили наше выражение до вида 16 умножить на х в шестой степени, деленное на у в десятой степени. Вот и все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok